Красные гвоздики, как кровь павших бойцов. Сотни цветов сегодня в преддверии 9 мая возложили к вечному огню. Митинг Реквием проходит в каждом городе России. Каждый житель нашей страны ждет память павших бойцов и мирных жителей, на чью долю выпала ужасная война. Нет в России семьи, чьи предки не видели кровопролитных сражений. Отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери отдали самое дорогое, что у них было – свою жизнь за мир. Мои деды также воевали в годы Великой Отечественной войны. Один дед погиб при снятии блокады Ленинграда. С первого дня блокады находился там, в составе Ленинградского фронта. Дед был дважды ранен и первый день прорыва блокады Ленинграда, как сапер, арминировав именные поля, подорвался и погиб. Второй дед также на Курской дороге получил инвалидность, остался без ноги, скачался уже в 70-х годах. Митинг-реквием – это не только дань уважения павшим, но и живым. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны остается все меньше и меньше. Слова благодарности за победу над фашистской Германией в предпраздничный день говорили Виктору Сергеевичу Тришину. Он встретил войну в Сталинграде уже целых дней до сих пор в памяти ветерана. Все эти прелести, в кавычках, войны видели. Все это бомбежку, все это горело, все это смотрели, как ружцы дома. Бомбили немцы, когда имели преимущество в воздухе. Затем нас попросили эвакуироваться в дорогу, потому что враг наступал уже близко к Волгии. Герои Великой Отечественной войны стали примером для современного поколения. Сегодня бойцы специальной военной операции мужественно защищают границы нашей Родины. Они выросли на рассказах о подвигах Матросова, Гастелла, Портновой и других. День Победы для них – священный праздник. Это память, прежде всего. Память тех, которые отдали за тот мир, в котором мы сейчас живем. В этом мире сейчас полностью идет переворот, дележка определенная. А мы, прежде всего, должны чтить, которые родственники, друзья, военнослужащие, деды наши, особенно, в первую очередь, погибли, отдали жизнь за мир, в котором мы сейчас находимся. Перед началом возложения цветов актеры молодежного театра прочитали стихи о войне и исполнили военные песни. Цветы к вечному огню возложил губернатор Алексей Русских, депутаты, чиновники, общественники, спортсмены, представители силовых структур и военные. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.